Давайте перейдем прямо на четырехчасовый график. Цена движется из этого уровня. В данный момент этот спрос внизу. Но снова рассматриваем евро, которые торгуются против доллара. У нас есть спрос внизу, а предложение немного выше. Здесь у нас есть наша зона предложения. Мы рассматривали ее в прошлый раз, если вы помните. Я не знаю, продали ли от нее кто-нибудь или взял прибыль на ней. Но просто знайте, что она находится здесь. Это меньше там фрейм, он готовится. Он говорит, что цена собирается пройти в самый низ к спросу. Было бы хорошо. Просто смотрите, цена коснулась уровня и развернулась. Обычно это признак существенного предложения. Но снова, у нас ниже есть зона спроса на 1.13.43. А зона предложения здесь выше на 1.15. Просто область находится выше. Мы будем наблюдать за ней. И вероятно, сегодня у вас есть торговая возможность. Я получил множество писем об этом движении. Кто-то находится в этой позиции прямо сейчас. Это может быть ваше соотношение риска к вознаграждению. Или может быть вы уже вышли из сделки. Оно уже 3 к 1. Может быть немного больше. Я знаю, что некоторые из вас используют меньший стоп. И у нас есть несколько человек, у которых это 5 к 1. Это торговля, на которую мы указывали вчера и позавчера. Хорошая работа. Сделали 7 к 1. Превосходно. Да, Джей Филиминг. Рад видеть. Рад видеть это. Вы рискнули 300 и получили 2200. Прибыли. Превосходно. О, кто-то продал колл на опционах. Мне нравится это использовать в долгосрочной перспективе. Итак, вопрос. Кто использовал, установил и забыл для своих ордеров? Давайте посмотрим. Кто так сделал? 3 к 1. Хорошая работа. Очень хорошо. Дэвид, мы должны провести вместе день. Окей, хорошо. Сделали, установил и забыл для своих ордеров. Превосходно. В этом ключ того, как исключить все эмоции. Это голубая линия на графике просто рекомендации. Это цель прибыли, если вы по-прежнему в сделке. Есть две причины, почему цель прибыли была здесь. Первая причина, она выше, чем противоположная зона спроса. И вторая, она связана с этим. У нас есть две новые зоны предложения. Это несущественные уровни. Мы продали здесь. Они находятся между нашим входом и текущей ценой, что очень хорошо. Из-за этого шансы в нашу пользу очень высоки. Она скорее будет снижаться и достигнет цели, нежели чем пройдет через них. Есть два очень механические способа брать цели прибыли. Но у нас недостаточно времени, чтобы осветить весь этот материал на YouTube. Окей.